Всем привет! Меня зовут Калашников Андрей. Сегодня 5 января 2016 года. Вот рядом со мной мой будущий тренер. Меня зовут Раджу. Я будущий тренер Андреем. Будем с ним заниматься, развивать ему мускулатуру. Пока он у нас дрыщоватый немножко. Сейчас мы замерим, какой он дрыщ. И посмотрим, что получится через полгода. Какой вообще методикой мы будем заниматься? Программа у нас будет сплит, массонаборная. Будешь тягать самые тяжелые веса и много кушать. Самое главное, будешь много кушать. Соответственно, спортивное питание, витамины обязательно тоже будут присутствовать. Все, в принципе. Трехдневные тренировки и много спишь. Ленивые тренировки и много кушаешь. Это чтобы набрать вес, правильно? Это чтобы ты набрал вес как можно скорее. И вот у людей некоторых интересующих вопросов. Если ты начинаешь заниматься спортом, ты еще не достиг возраста 25 лет. Есть вероятность того, что ты перестанешь расти? Нет, это все заблуждение. Все зависит от того, как у тебя вырабатывает тестостерон. Тестостерон – это самый главный гормон в организме мышком. Чтобы именно пошел рост. То есть организм начал, как тебе сказать, развиваться как-то? Развиваться, да, в большей части. Восстанавливаться быстрее, чтобы рост мышц пошел. То есть он идет как гормональный, как гормон роста в большей части. И еще вопрос беспокоит, который если вы употребляете добавки. Как это влияет на здоровье? Ну, добавки у нас сейчас идут профессиональные. Это у нас пищевые добавки. Это даже используется, в принципе, в продуктах питания для детей. Там ничего такого опасного нет. Опасной это считается фармакологией. Это химия. Химические препараты, которые вызывают искусственно гормоны роста. Вот она опасная. А у нас в спортивном питании, в принципе, ничего вредного. Ничего нет такого. Это просто у нас концентрированные белки, углеводы. И то, что в обычной пище, в обычной еде присутствует. Я сейчас весу 67-68 килограмм. И по мне, в принципе, если вопрос не ставлю, я не скажу, что я занимаюсь. Ну, что я, естественно, не занимаюсь. То есть какое время примерно будет видно уже? Ну, уже будет видно. То есть коррекция фигуры у тебя пойдет где-то через полтора месяца. В зависимости от того, как у нас пойдут тренировки и силовые показатели. Если у тебя силовые показатели, в принципе, дадут прогресс, у тебя уже начнет расти мясо на тебе. Качественное мясо. Соответственно, все зависит от питания. 80% успеха даже. Да, 80%. У нас идет только питание. Правильный сон порядка 8-10 часов. Питание 5-6 раз в день. Ну, и, соответственно, витамины и спортивное питание. И у нас восстановление, и мышц рост может пройти за полтора месяца нормально, в принципе. Вот у меня как бы родители худые, что отец, что мать. И, как говорится, есть в генах, да, такое вообще? Ну, да. Я не говорю, что я собираюсь быть таким каким-то там здоровым очень, но все-таки можно ли достичь каких-то результатов? Ну, да. Ты являешься типом людей, которые относятся к эктоморфам. У нас три типа людей. Эктоморф, мезоморф и эндоморф. Ты относишься к людям, к эктоморфам, у которых отмем веществ ускорен. То есть то, что ты ешь, сразу перерабатывается, и все, у тебя в себе его нет. Поэтому это надо замедлять, соответственно, это надо питание увеличить, чтобы у тебя отмем вещества происходил более медленнее. То есть ты кушаешь, и у тебя, то есть все это быстренько переваривается. Ты закидываешь опять порцию еды, и у тебя, соответственно, мы его немножко замедляем. И, в принципе, набрать можно любой человек, хоть какого типа он не является. Если он старается, стремится, это все реально не ощутимо. Так что мы постараемся себя сделать качка. Буду мучить себя до конца. А вы сколько лет уже занимаетесь этим, тренируете или просто в спорте? Ну, в спорте я 14 лет. Я являюсь мастером спорта по боксу. Большую часть жизни я отдал именно спорту бокс. В тренажерном зале фитнес-клубе я работаю где-то полтора года. В принципе, я проходил курсы специально Александра Дубкова. Он приезжал в Питер, основатель первой школы фитнеса. Он приезжал, обучал. Сертификаты у нас в журнале есть. То есть знания получал я только у него. Красно. Ну, что ж, начнем с сегодняшнего дня и продолжим, посмотрим, что у вас получится. Все, пошли вперед. Замеряться будем? Да. Да? Так, ну что, Андрей, начнем с самого главного. Замерим, какой ты у нас брещаватый, худенький. Начнем мы с рук твоих. Давай посмотрим, сколько они на данный момент. Сегодня у нас... Ну, рука, хватит, пожалуйста. Сегодня у нас 2016 год, 5 января. Так, руку наху подними. Взял их. Бицепс. А, бицепс. Якобы бицепс. Давай. Якобы. Да. У меня есть вот немного. Ну, я вижу, он так чуть-чуть. Бухарочек, я вижу, ну... Так. У тебя 32 сантиметра. Ну, нормальный 32 сантиметра. Да? Я бы не сказал, что ты такой прям дрыщ. Я старался. Так. Я готовился 2 недели на турнике. На турнике? Ну, нормально. Так, здесь у нас сколько идет? Ну, как в эту сторону. Так. Здесь 31 с половиной. Ну, это нормально. То есть одна рука. Разные. Да, это у всех так. У меня тоже, в принципе... А сколько получается разница на полтора? На полтора, ну, бывает обычно сантиметр, либо этот... 0,5 сантиметра. Ну, вообще, я лекша. По идее, у меня это должна быть больше. Нет? Да? Я бы не сказал. Ну, я не знаю, какая сильнее рука. Сейчас будем замерять грудь. Ну-ка, вниз-ка спиной ко мне. Плечи мы с тобой будем замерять. Общий объем плеч. Так. 105 сантиметров. Плечи, да. Теперь груди. Ну-ка, руки наверх. Отпускаем. Сейчас. Так. 95 и 5. Нормально. Титьки есть у тебя? Вроде бы. Чуть-чуть. У меня струник дома, я там подхачался. Ну, все нормально. Ну, видно, что старался. Молодец. Вот. А ноги мы пока не берем? Ноги пока, наверное, нет. Скорее всего, мы должны верхом заняться. Ноги у нас в процессе потом, в любом случае, большие мышцы. Потом замерим. Через месяц-полтора, я думаю. Сначала идет в верхнюю часть. Да, замеримся. Ну, мы будем выполнять все равно, как бы, на все группы мышц большие. То есть, будем делать базовые упражнения. В первую очередь, базовые упражнения. Мы должны повысить силовые показатели в базовых упражнениях. Это самое главное упражнение для повышения тестостерона. То есть, если... Чтобы я больше вес поднимал, конечно. Да, если ты больше будешь поднимать вес, то, соответственно, у тебя организм, мозг дает сигнал о том, что организм не справляется. Ему надо становиться плотнее, сильнее, больше, чтобы он мог тягать эти веса. Поэтому нужно выполнять в первую очередь базовые упражнения. То есть, повышать силовые показатели. Так что, будешь в зале меня кричать, нюхать нашатырку, чтобы в себя превратиться чувство... Надеюсь, что не придется. Ну, наверное. Так будем. Все. Тогда сегодня у нас вообще какой план? Планы у нас сегодня в первую очередь мы с тобой должны неделю пройти технику выполнения упражнений. Потому что это самое важное, основное. Ленивая тренировка. Да, ленивая тренировка у нас почему говорит о ленивой тренировке? Потому что ты будешь делать повторение на 5 на 7. То есть, для повышения силовых показателей. Будут тренировки, соответственно, изолированные, где много повторений. Это для корректа, чтобы мышцы, в принципе, не привыкали к одним и тем же управлениям. Давать им стресс. А с ленивыми упражнениями и с повышением веса, например, с добавлением, мы будем шокировать твои мышцы. Если они шокируются, соответственно, в мозг идет сигнал о том, чтобы надо восстановиться, стать сильнее, больше. Ну, все дела. Ну, я объяснил, да, вот этот факт, что мозг понимает и понимает, что надо организм увеличивать. И становиться сильнее. Вот. Так что сегодня мы с тобой будем проходить упражнения на грудь. Это жим штанги лежа. Одно из базовых упражнений является. Будем изучать технику. После этого идет у нас гантели, жим гантели на наклоны с камней 30 градусов. И, в принципе, там уже будет попроще. Ну, все, тогда начинаем. Все, поехали. Сначала выполняем технику выполнения, то есть упражнение у нас гантели. И, в принципе, правильно, вот. Так, давай ложись. Не заметим, что есть. Все. Чуть-чуть прогнулся, сделал мостик. Как я все равно делюсь, да. Все. Хватаем мы за эти полоски. Как раз она получается на ширине плеч. Вот, делал. Поднимаешь и фиксируешь. То есть сразу не отпускаешь. Поднял, привел к грудингу, стервис. И отпускаешь именно с семьей, но сейчас я тебя сюда. Давай, поехали. Аккуратненько. Все, жмешь. Обязательно надо дыханием тоже работать. Держи на дыхание. Так, шелоп. Все. Аккуратно. Никогда не надо спешить, когда делаешь такие упражнения. Большими лицами тем более не спеши. Все? Достаточно лады. Так, Андрюх. После всех упражнений на грудь. Это желательно после двух подходов надо обязательно растягивать пасту. То есть грудь мы должны распынуть, потому что она привела кровью. Она немножко набухла, ее надо распынуть саму пасту. Немножко выгнуть оттуда кровь. Хватаешь любой предмет, именно стоящий, чтобы положение ты выбрал. Такое удобное. И растягиваешь именно верхнюю часть груди получается. Даешь немножко сюда натяжку. Да, 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 да. То есть она, ты чувствуешь, как она тянется? Да, да, да. Обязательно после двух подходов надо растягивать пасту. После двух, да? Да, после двух. Потому что ты как раз за два подхода можешь залить. Ну, смотря, знаешь, от чего зависит? От тренировки зависит. Знаешь, от чего зависит? Знаешь, от чего зависит? От того, что какую ты тренировку, например, сегодня предпочел. Если ты делаешь пампинг, то там в любом случае обязательно надо растягивать, потому что у тебя заливается всю кровлю. И надо растягивать пасту, заполнить кровью сосуды новой порцией. Вот, паста, она нужна для того, чтобы мышца росла дальше, пробивалась дальше. Потому что идёт как бы мышца и сверху вот эта плёночка паста. Если её растягиваешь, как бы мышца дальше пробивает, идёт. Сейчас я вернулся с тренировки. Это видео уже заключение нашего пилотного выпуска. Что сказать, ощущения уже какие-то имеются, потому что уже подустал. Работа у меня сидячая, неподвижная. И сейчас я понимаю, что мои мышцы уже напряжены, особенно вот в этих вот местах. В местах бицепса, в трицепс тоже. Вот здесь особенно болит, потому что я как бы левша, но получается так, что я правый больше тяну. Ну, что-то в воде этого. Вот, ну, ощущения приятные. Хоть и побаливает что-то, вот на утро будет болеть. Но спорт – это уверенность в себе, в первую очередь. И вообще, мне кажется, девушку защитить, за себя поставить, всё в этом роде, мне очень нравится. Вот такие вот у меня комментарии на сей день. Посмотрим, что будет дальше. Следите за выпусками, подписывайтесь на канал. Если вам нравится это видео или есть, вы видите, какие-то недочёты, прошу вас комментировать, как-то своё мнение оставлять об этом всём. Спасибо, что смотрели. Всем пока, до новых выпусков, они уже будут через два дня.